После вступления в силу нового гражданского кодекса Республики Абхазия сложилась ситуация, когда ранее существовавшие формы организационно-правовой деятельности госпредприятий прекратили свое существование. По новому кодексу, единственной возможной формой организационно-правовой деятельности для государства являются рупы и мупы – республиканские и муниципальные унитарные предприятия. Еще в 2010 году Кабинетом министров вынесено решение о реорганизации подведомственных Министерству экономики и организации. В постановлении правительства предусмотрена реорганизация, в том числе, государственная компания Абхаздоп в республиканское унитарное предприятие. Однако за прошедшие 10 лет поручение Кабмина в этой части не получило своей реализации по различным причинам. Фактически, реорганизация госкомпании Абхаздоп осуществлена только в конце 2020 года, когда к работе приступило новое руководство компании. В настоящее время Абхаздоп преобразован в республиканское унитарное предприятие Абхазская государственная топливная компания, о чем выдано соответствующее свидетельство в Министерстве юстиции 11 февраля 2021 года. Абхазская государственная топливная компания является новым юридическим лицом. При этом, согласно действующим законодательствам и уставным документам, Абхазская государственная топливная компания является полным правоприемником всех прав и обязанностей госкомпании Абхаздоп. В настоящее время, помимо того, что утвержден новый устав, получены новые свидетельства о регистрации, постановка в налоговый учет, еще впереди много работы. Так, в частности, пока что в полной мере не завершены мероприятия по реорганизации подведомственных бывших госкомпаний Абхаздоп предприятий, так, например, этих предприятий, 7 предприятий сегодня по всей Абхазии. В планах компании значится преобразование больше и в части филиалов, а некоторые, в том числе, будут полностью ликвидированы, и их функции будут возложены на ближайший филиал. Данные действия, помимо того, что они прямо вытекают из закона, позволят оптимизировать управление компанией, сократить расходы, а также повысить мобильность принятия решений и реализации задач, которые стоят у госкомпании. Для всех филиалов компании по республике уже подготовлены положения, которые в ближайшее время будут направлены на согласование в Министерство экономики. Необходимо отметить, что за последние десятки лет в должной мере практически не оформлены объекты недвижимого имущества госкомпании и ее подведомственных организаций. Поэтому планируется большая работа по оформлению прав унитарного предприятия на все имущество, которое, по факту, имеется сегодня. Планируем заново привлечь специалистов, в том числе геодезистов, чтобы они полностью провели нам работы по обмеру всех земельных участков, по полной инвентаризации всего недвижимого имущества и его переоценки. Потому что сегодня все эти оценочные данные, которые у нас есть, они фактически с советских времен идут, и они значительно устарели. То есть фактически идет огромная, грандиозная работа по воссозданию в полном соответствии с законодательством нового предприятия, которое мы видим большое будущее в нашей организации. Так как мы обладаем очень важными функциями для нашего населения государства в части обеспечения топливной безопасности. Помимо текущей деятельности, госкомпания в том числе и до какого-то степени обеспечивает наличие стратегического запаса, которое в последние десятилетия показали, что эти вопросы очень актуальны. Учитывая то, что мы являемся единственным государственным предприятием в этой сфере, то у нас есть своего рода ответственность. И в отличие от других коммерческих, не государственных организаций, у нас не только является приоритетом именно какой-то коммерческий интерес, у нас очень важное значение имеет именно обеспечение каких-то государственных функций, имеющих важное значение как для населения, так и для государства. На все мероприятия по реформированию необходимо около года, но они никак не мешают текущей деятельности. Эти преобразования будут проводиться поэтапно. Сейчас проводится полная инвентаризация всего имущества и ее переоценка. По результатам выполненных работ сложится объективная картина того, какое имущество на каком праве формлено и какие есть объекты, которые требуют модернизации. Еще в начале года на выездном рабочем совещании в Абхаздоп вице-премьер министра экономики Кристина Узган отмечала, что на момент вступления в должность нового руководителя финансовой ситуации на предприятии была сложной. Числилась значительная задолженность. И перед ним стояла первоочередная задача – вывести госкомпанию из кризиса. По словам Узган, заслуживает уважение, что за неполные полгода на фоне общего спада в экономике удалось стабилизировать ситуацию. И по прошествии времени можно констатировать. На сегодняшний день Абхаздоп выплатила все долги перед государством и поставщиками. На сегодняшний день у госкомпании Абхаздоп долгов ни перед бюджетом, ни перед внебюджетными фондами нет. Последний остаток долга перед нашим поставщиком – это Роснефть Абхазия в сумме 25 миллионов 927 тысяч рублей был погашен в апреле месяце. На сегодняшний день задолженности нет. Вместе с тем в компании остается много проблем. Фактически все оборудование нефтебазы устарело, оно часто выходит из строя, требует решения вопросы пожарной безопасности. Руководство Абхазской топливной компании готовит предложения по развитию и модернизации госкомпаний и в ближайшее время представит их в Министерство экономики.